Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы постигаем премудрости английского языка. Когда речь заходит о настоящем живом английском, одними топиками из школьного учебника сыт не будешь. Для того, чтобы звучать естественно и непринужденно, нужно знать не только отдельные слова, но и целые фразы, которые принято говорить в той или иной ситуации. Я подобрал для вас 15 интересных фраз, которые очень часто употребляются носителями английского языка и однозначно пригодятся вам при неформальном общении. I'm good. When you have had enough of something and refuse to have something that has been offered to you, for example, food and drinks, you can use the phrase I'm good. Would you like a cup of coffee? No thanks. I'm good. Фраза I'm good употребляется, когда вы хотите отказаться от чего-то, что вам предлагают. В особенности это касается еды и напитков. I'm good буквально значит «я в порядке и так». Спасибо, но я откажусь. I've been there. The phrase I've been there is used when you have experienced the same thing that someone else has experienced. It means I know from my personal experience what you are talking about. I know how you feel. I've been there too. Я знаю, что ты чувствуешь. Мне тоже пришлось это пережить. Фраза I've been there значит «я был в подобной ситуации». Я знаю, что это такое. Со мной такое бывало. Такая же история. Её можно употребить, когда вы хотите показать собеседнику, что понимаете, о чём он или она говорит, и вам пришлось пережить такие же трудности. Он говорит, что знает пять языков, но я на это не ведусь. Фраза I don't buy it употребляется, когда вы хотите показать, что не верите в правдивость того, что вам заливают. Её можно перевести как «я на это не куплюсь». Я в это не верю. Ни за что не поверю. Можешь не заливать. Не вешай мне лапшу на уши. Я правильно понял? Ты познакомился со своей будущей женой на Фейсбуке? Фраза let me get this straight употребляется как вводное предложение перед тем, как уточнить что-то. Она переводится как «позволь мне уточнить. Давай разберёмся. Давай проясним. Правильно ли я понял?» I couldn't care less. If you say I couldn't care less about something, you mean that you don't care at all. You emphasize that you are not interested in it. She says she wants to get back together. I couldn't care less. Она говорит, что хочет возобновить отношения. Мне на это наплевать. Фраза I couldn't care less может быть переведена как «это меня меньше всего заботит». «Мне всё равно. Мне наплевать. Мне по барабану». Count me in. You can use the phrase count me in when you want to participate in some activity. For example, if your friends ask you, do you want to go hiking this weekend? You can answer count me in. Хочешь пойти на выходных в поход? Конечно, я с вами. Фраза count me in употребляется, когда вы собираетесь принять участие в каком-то мероприятии и хотите показать, что хотите и намереваетесь пойти на это мероприятие. Например, на вечеринку или в поход. Эту фразу можно перевести как «я за». Можешь на меня рассчитывать. Я в теме. Включайте меня в свою компанию. The phrase cut it out is used when you want to tell someone to stop doing something or to stop being annoying. For example, if your roommates keep talking loudly, you could say Cut it out, guys. I'm trying to sleep here. Народ, перестань, я тут спать пытаюсь. Фраза cut it out значит прекрати, перестань, завязывай, бросай, хватит уже. Я не жду от вас немедленного решения. Нет никакой спешки. Думайте, сколько вам нужно. Фраза take your time значит не спеши. Не торопись. Потрать на это столько времени, сколько тебе необходимо. Here is the deal. You can use the phrase here is the deal before you explain some situation to somebody or tell what is happening. For example, Okay, here is the deal. I've decided to move out. Ладно, вот в чем дело. Я решил съехать. Фраза here is the deal употребляется перед тем, как мы хотим прояснить какую-то ситуацию. Она значит «Дело вот в чем». Ситуация такая. Положение следующее. Также вместо фразы here is the deal можно сказать here is the thing. I mean it. When you have said something to a person, but he or she doesn't seem to believe you, you can say I mean it. For example, You are the nicest person I've ever met. I mean it. I'm 100% sure that you are the nicest person I've ever met. Ты самый приятный человек, которого я когда-либо встречал. Я действительно так думаю. Фраза I mean it значит «Я правда так думаю». Я серьёзно. Я именно это имею в виду. Suit yourself. The phrase suit yourself is used for telling someone to do what is convenient for them. It often implies that you are not happy about it. What would you like to eat? I'm not hungry. Okay, suit yourself. I think it's better to eat something, but I won't insist. Что бы ты хотел поесть? Я не голоден. Ну как хочешь. Фраза suit yourself значит «как хочешь». Дело твоё. Дело хозяйское. Поступай как знаешь. Never mind. When you want to say that something is not serious or important, you can use the phrase never mind. Never mind means don't pay any attention, forget about it. I want to tell you something. What is it? You know what? Never mind. It's not important. Я хочу тебе кое-что сказать. Что? Что такое? А знаешь что? Забудь, это неважно. Фраза never mind используется, когда мы хотим показать, что что-то не имеет большого значения. Она может переводиться как «неважно», «не бери в голову», «не обращай внимания». Who cares? If you want to say that something is not important and you are not worried about it, you can say the phrase who cares. So you've put on a little weight, who cares? Ну поправилась ты немного. И что? Фраза who cares значит «кому какое дело», «кого это волнует». Это вообще не проблема. I get it. The phrase I get it is used when you understand some information and you don't need any further explanation. You don't want to talk to me, I get it. But at least answer one question. Ты не хочешь со мной разговаривать, я понял. Но по крайней мере, ответь на один вопрос. Фразу I get it можно употребить, когда вам понятна ситуация и нет необходимости в дальнейших объяснениях. Она значит «я понял». Все ясно. Понятно. Я забыл кошелек. Не волнуйся, я угощаю. Фраза it's on me употребляется, когда мы хотим угостить кого-то и полностью оплатить счет. Она значит «я угощаю». Угощение за мой счет. Я плачу. Напишите в комментариях, какие фразы употребляете вы, а какие сегодня удалось вытянуть из пассивного словарного запаса. Если это видео пришлось вам по душе, ставьте большой палец вверх и не пропускайте новые выпуски. Смотрите ссылки на другие полезные уроки в описании под этим видео. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и в Инстаграм, там много всего интересного. С вами был Кирилл, совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok